Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Планы и перспективы в Минэкономике представили программу развития страны на 5 лет. Особое внимание в программе, в основных положениях программы уделяется регионам. Как будем жить дальше. Погружение в прорубь в Крещенский мороз. Вот прямо так. Ох! Православные верующие празднуют Бога явления. Покайтесь, ибо приблизитесь к Царствию Божию. Где провели этот день горожане? Готовность в режиме 24 на 7. Свой профессиональный праздник отмечают белорусские спасатели. Сухих рукавов. Всем здоровья, удачи, счастья, благополучия. Кого поздравило руководство города? А также зеленый вопрос, жилищная политика и смена погоды. В страну придет плюсовая температура. Когда? На встречу Всебелорусскому народному собранию в пресс-центре Министерства экономики широкому кругу СМИ представили программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. В центре внимания экономика, социальная сфера, строительство и ЖКХ. Все основные направления, которые напрямую влияют на уровень жизни людей. Максим Кембель о планах на будущее. Начало 2021-го в масштабе страны – это старт новой пятилетки. Во главе угла экономика здесь и поиск драйверов роста, и создание высокотехнологичных производств. Также в центре внимания человек и семья, доходы, жилье, социальные гарантии. Если коротко и ясно, то главный вопрос – как и на что будем жить дальше? Чтобы двигаться дальше, нужно оглянуться немного назад и понять, с какими показателями Беларусь вошла в новую пятилетку. Главное достижение – это сохранение безопасности независимости государства, рост уровня жизни населения. Например, если говорить про соцнаправленность, сразу на ум приходит понятие «семейный капитал». Отныне его можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, получение образования. И по мнению многих экспертов, именно сохранение социальных благ граждан – приоритетная задача для государства. На мой взгляд, граждане это ценят, это нужно, это выгодно отличает наше государство от многих других, в том числе соседних. Поэтому закладывать уровень определенной социальной гарантированности со стороны государства гражданам очень важно. Далее у нас на пороге технологическое серьезное перевооружение. Нужно это учитывать, кооперироваться с государствами дружественными, которые могут давать нам технологии. Прежде всего, Китай и Российская Федерация, для того, чтобы не отстать в гонке экономической, которая грядет сейчас. Как ни крути, экономика затрагивает все сферы деятельности человека. Поэтому в пресс-центре профильного ведомства руководители министерств, от которых напрямую зависит жизнь людей. Это стартап большого цикла мероприятий 2021-го. На противоположном фланге журналисты. Здесь без новшеств не обошлось на презентации не только республиканской, но и региональной СМИ. В объективе камер программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Особое внимание в программе, в основных положениях программы уделяется регионам. Именно поэтому сегодня мы пригласили представителей всех регионов страны, а также крупных городов Республики Беларусь. Сегодня же здесь и присутствуют отраслевые здания, потому как вы видите, особое внимание уделяется здравоохранению, культуре, развитию науки, в общем, всему социальному блоку. В разработке документа принимали участие экономисты, эксперты, бизнесмены. Согласно ему, ВВП Беларуси за 5 лет должен вырасти на 21,5%. Реальные доходы людей на 20%. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предложила в качестве социального стандарта для беларусов закрепить термин «многодетная семья». Без поддержки государства здесь, конечно, не обойдется. Руководитель ведомства рассказала, что прорабатывается вариант распространения семейного капитала на рождение второго ребенка. Обсуждение программы так широко, с привлечением экспертов, медийного сообщества, началось за несколько недель до Всебелорусского народного собрания. И очень важно, что это проект. То есть в него еще с участием общества граждан могут быть внесены определенные изменения. Только после этого на Всебелорусском народном собрании программа будет утверждена. Что касается занятости населения в экономике, то государство ставит перед собой задачу на новую пятилетку. Уровень безработицы не более 4,2%. В прогнозах повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Объем экспорта должен достичь отметки в 50 миллиардов долларов. Сюда же отнесем и социальную направленность развития систем образования, здравоохранения, вопроса к демографической безопасности и молодежной политике. В то же время эксперты отмечают, необходимо стабилизировать политику внутри страны. Тогда и экономика станет дышать свободнее. Нам нужно в каком-то смысле сосредотачиваться, потому что мир сейчас делится на пан-регионы. Скорее всего ухудшаться будут политические отношения, по крайней мере с западными государствами. Поэтому нужно ориентироваться на те дружественные и партнерские страны, с которыми у нас всегда были хорошие отношения. Не забывая при этом, что мы миролюбивое дружественное государство, но отвечать на какие-то упреки мы должны тоже симметрично. Поэтому, учитывая конъюнктуру внешнюю и внутреннюю, потребность внутренних граждан все-таки в поддержке государственной, нужно выстраивать свои программы, планы и планировать пятилетку. Напомним, Всебелорусское собрание состоится в Минске 11-12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Православные верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. Оно, как правило, сопровождается купанием в ледяной купели и походом в церковь. Считается, что в этот день вся вода приобретает особое свойство. А Ванес Степанян об этом и не только. Ох, все, еще разок, ох, еще разок, все, аккуратно выходим. Мороз и солнце – день чудесный. В этом году зима благосклонно предоставила бобручанам возможность ощутить все прелести крещенских морозов. И пока одни укутываются потеплее в шубы, другие бесстрашно шагают в прорубь. Познать чувство необычайной бодрости и очищения сегодня можно, как никогда. Я покупаюсь уже пять лет. Для меня это больше спортивный интерес. Я занимаюсь спортом, получаю удовольствие от этого. Какой-то экстрим для меня это больше. Кунают с 2000 года практически ежегодно. Дает, конечно, бодрость, заряд здоровья на всю жизнь, на весь год. Абсолютно никак не готовлюсь, всегда внутренне готов, морально готов. Семья вот со мной, вон выходят внучки. Мы уже, наверное, лет 10 окунаемся, я не знаю. Ну, как-то, не знаю, как-то нравится. Вот, наверное, это мое. Очень даже. Вот прямо так. Ох! От одного вида купающихся в Иордане просто мороз по коже. После выхода из воды главное – быстро согреться. Для этого предусмотрены военные палатки с отоплением и горячий чай. Медики и сотрудники МЧС также на чеку. Дежурят на грибной базе и второй спасательной станции. Окунуться в специализированных местах, к слову, можно до 10 вечера. Вот помогаем городу. Люди пьют, спасибо говорят, с праздником поздравляют. Все как бы устраивает людей. В этом году крещенские купания для бобручан проходят, наверное, впервые за несколько лет в настоящая зимняя холода. На улице почти минус 20. Но именно эта погода дает самые непередаваемые ощущения и эмоции. Конечно, далеко не каждый отважится на руть 20-ти градусный мороз. Зато для тех, кто решил посетить храм и набрать святой воды, нет никаких ограничений. Уже с самого утра у всех церквей города очереди верующих купили и осветили еще в 8.00. Христос явился на Иордане, чтобы вы начали свою проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизитесь к Царству Божию». И дай Господь ту воду, которую вы сегодня набираете в наших храмах, пусть это станет источник воды, текущей для вас в жизнь вечную. Православные верят, что именно сегодня вода обладает особыми свойствами, помогает от болезни, дарит бодрость духа и позитивный настрой. Кстати, грещенская вода может храниться целый год и не теряет своих свойств. Стоит чистенько, постоянно. Не темнеет ничего, никаких осадков. Все прекрасно. В любой момент, если какая болезнь, за водичку попил, Бога поблагодарил. Пьем натощак, деткам даем, внукам. Для успокоения души в другой раз, если скажем так. Воду используем при болезнях, когда плохо, настроение плохое. И на праздники. Если вода еще остается, то утром, перед молитвой. Этот праздник объединяет миллионы православных по всему миру. В непростое время вера укрепляет, дарит надежду и силы на преодоление любых трудностей. И сегодня каждый может подарить частичку своего душевного тепла и добро всем близким. Аванес Степанян, Дмитрий Шевцов, Бобрус 360. Налоговые декларации, развитие отрасли и перенос турнира. Беларусь не примет чемпионат мира по хоккею. Почему спортивный праздник под вопросом? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Сегодня у президента рассмотрели развитие лесного хозяйства. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Александра Суботина и министра лесного хозяйства. Глава государства обратил внимание, что Беларусь – одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Президент констатировал, что лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Особо Александр Лукашенко отметил успехи в переработке низкокачественной древесины. Физлицам нужно подать налоговую декларацию за 2020 и не позднее 31 марта. Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговую по почте с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить декларацию, а также с формой и порядком ее заполнения, можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физлицу нужно не позднее 1 июня. Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать квартиры в малых городах и селах. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Одним из направлений жилищной политики будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города. Беларусь не примет чемпионат мира по хоккею. Международная федерация выплатит стране компенсацию из-за переноса. Это прописано в контракте. Однако это не утешает тысячи болельщиков, которых буквально лишили большого спортивного праздника. Теперь судьба турнира, который ждали любители хоккея по всему миру, вообще может оказаться под вопросом. На этой неделе синоптики прогнозируют резкую смену погоды. Температура воздуха повысится до нуля. Ожидаются дожди и мокрый снег. В четверг днем будет до плюс двух. Медики отмечают, что метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Врачи советуют больше отдыхать и избегать физических и эмоциональных нагрузок. В Беларуси выздоровели выписаны 212 тысяч 74 пациента с COVID-19. Зафиксированы 228 тысяч 716 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 миллиона 280 тысяч 314 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Всемирная организация здравоохранения заявила о способности COVID-19 стать сезонной инфекцией. В мире число инфицированных уже превысило отметку в 96 миллионов человек. Хуже всех по показателю смертности и заражения в Британии. Там каждые полминуты госпитализируют пациентов с коронавирусом. В Лондоне из-за переполненных больниц чрезвычайная ситуация. В Мексике, несмотря на сложную эпидобстановку, возобновили работу отдельные предприятия и рестораны. А в России уже заявляют об опасности британского штамма. Эксперты прогнозируют, уже в марте он станет самым распространенным в стране. Смелость, мужество и отвага. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают белорусские спасатели. Этот день они проводят на рабочих местах. Безопасные жители в приоритете. Это было, так сказать, давно. Я как-то подрабатывал еще в деревне, немного там в доме культуры. И приехали МЧСники проверять, ну, инспектора здания проверять. И как бы приехали, директора не было, а было. Только я, ну, там слово за слово разговаривали, где учишься, где работаешь. Я тогда был студентом Кулешова, первый курс поступил на физкультурный. Ну, вот он говорит, не хочешь к нам попробовать. Я говорю, ну, можно было бы. И Михаил Коляда попробовал. От рядового до прапорщика мужчина дослужился за 14 лет. За эти годы не только звездочки на погонах прибавились, но и бесценный опыт. Спасатели отвечают за исправность техники и оборудования, ведь на пожаре важна каждая деталь. На кону самое главное – человеческая жизнь. Это было в Кличе, наверное, такой самый запоминающий случай, когда горела вся деревня практически. Там что-то пять домов, семь сараев, но неважно. Такой обширный, мы там целую ночь воевали, как говорится. Приехали без сил наутро. Ну, что делать? Восстановились и дальше пошли работать. Отличные результаты у старшего пожарного не только по службе, но и в спорте. Как сам признается, одно другому помогает. Хорошая физическая форма просто необходима в работе сотрудника МЧС. Боевка, каска, краги, на плечах кислородная маска на себе приходится тащить больше 15 килограмм. Технически грамотный специалист, зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению должностных обязанностей относится добросовестно. Хороший человек в любой ситуации поможет, и не в рабочие моменты, не в рабочие дни тоже. Всегда придет на помощь. Если Михаил уже состоявшийся спасатель, то этим людям еще предстоит проверить себя на прочность в горячей профессии. Присяга вновь принятых на службу парней и девушек. Клянусь, надо соблюдать конституцию и законодательство Республики Беларусь. Выполнять уставы и приказы начальника высоко нести чести и достоинства работников, органов и подразделения по чрезвычайным градусам. Защищать жизнь и здоровье людей. Территорию Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций и природного техновенного характера. Не обошлось на праздники без наград. Лучшим грамоты, медали и дипломы. Как и для всех, для спасателей города Бобруйска год был непростой. Вместе с тем, исходя из сухих цифр, то нам удалось избежать серьезного роста пожаров и гибели людей. Есть небольшой рост на два человека в Бобруйском районе. Вместе с тем мы избежали крупных пожаров, мы избежали крупных чрезвычайных ситуаций. В целом оцениваем ситуацию в части обеспечения пожарной безопасности города Бобруйска, Бобруйского района, как стабильную, управляемую. Спасатели – это мужественные, отважные и самоотверженные люди. Они всегда там, где опасно. Цель и смысл их работы – человеческая жизнь. Результат – уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности. Хочу поздравить своих коллег, ветеранов службы, членов их семей с Днем спасателя, пожелать традиционно сухих рукавов, всем здоровья, удачи, счастья, благополучия. Чтобы в 2021 году наши усилия в части предупреждения пожаров и гибели людей принесли еще большие результаты, чтобы было снижение количества пожаров и количества погибших на них. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Счастливо!